Здравствуйте, меня зовут Наталья Бровко, я игропрактик, коуч, психолог, остеопат. Я работаю в основном с женщинами, и запрос, с которым ко мне приходят на консультацию, как правило, у меня не залаживаются отношения, я хочу выйти замуж, а что со мной не так, почему моя семья рушится, в общем, все, что касается отношений, конфликтов, но и, безусловно, как стартовый вход в эту жизнь, во взрослую жизнь женщины, некоторые воспринимают замужество. Самая востребованная игра среди женщин, как замужних, так и незамужних, это игра Купидон. Это игра про то, как выйти замуж. Почему я люблю игру Купидон? Потому что я сама выходила замуж по алгоритмам игры Купидон, но тогда я не знала, что существует такая игра и потратила очень много времени, денег, сил, ресурсов. На сегодняшний день игра Виктории Чернявской Купидон является потрясающим обучающим тренажером и в то же время исцеляющим тренингом для женщин, которые действительно хотят быть замужем. Потому что существуют выверенные алгоритмы для того, чтобы мы были счастливыми, как ни странно. Да, безусловно, каждая женщина – это уникальность, но даже для уникальности существуют правила. Сегодня мы играли в Купидон, Купидон Баттл. Я была в качестве ведущей. Моя невеста, не буду раскрывать всех тайн, мне досталась довольно непростая невеста. Но даже при том, что мы были на полушага к замужеству, у моей невесты Виктории произошло достаточное количество осознаний, чтобы уже идти на свидание совершенно с другим пониманием, какой ей нужен мужчина и на что обращать внимание. Я очень рада тому, что приехала в Украину, в Киев. Я познакомилась здесь с еще несколькими ведущими, которых я не знала, но о которых мечтала узнать поподробнее. И та дружелюбная атмосфера, хотя замужество – это всегда конкуренция, но та дружелюбная атмосфера, которая здесь создана Викторией Чернявской и Геннадием Шевчуком, она помогает нам, как ведущим, повысить свой профессионализм и, безусловно, участникам обрести уверенность в своих желаниях и получить ресурсы для достижения своих целей. Кто хочет мужчину духовного? Я, правда, всегда говорю, что если мужчину не интересует ни ваша внешность, ни ваше материальное положение, ни все остальное… Это не Грабовский. Это не я. Да, это не Судар.